Я надеюсь, скоро я говорю русский хорошо. Я хотел сказать. Он читает Бакунина и Толстого, любит блины и борщ, слушает Виктора Цоя. Берри-мен, требует наше сердце. Берри-мен, требует наше глаза. Россия ответила ему взаимностью. Чуть меньше месяца назад, наверное, самый русский из американцев стал нашим соотечественником. Теперь у него есть дубликат бесценного груза. После боя в Пензе однажды ко мне подошел пожилой человек. Он мне сказал, что на протяжении этих двух недель, что я был в Пензе, он каждый день приходил в отель, хотел поговорить со мной. Мы встретились, он подарил мне икону. Сказал, что это для меня и для моей мамы. Именно поэтому я влюбился в русских и в Россию. Толпы поклонников на входе в спортивном манеже «Темп» словно вернули барнаульцев во времена дефицитных 90-х. Цель у всех одна – увидеть, потрогать, сделать селфи и выразить благодарность Джеффу, нашему Джеффу. Но если я просто использую мои руки, только Брука, так вот, он вернет. Знаменитый захват «Север-Юг» – это его коронный прием. После такого соперникам оставалось разве что выбрасывать белый флаг. Теперь этим элементом ведения боя владеют и бойцы на Алтае. Еще бы, ведь сам Монсон обучил. Очень классно, интересно. Это одно дело ты посмотрел где-то в интернете, а где тебе сам легенда показал, рассказал и по полочкам разобрал этот прием. Быть в спортивном манеже «Темп» и не сыграть футбол из серии устоять невозможно. Правда, отыграть полный матч Джеффу вместе с командой трудных подростков все же не удалось. Сказалось здоровье. Символический удар по мячу и вновь интервью, автограф и селфи не отказал никому. Влюбленный в Алтай Джефф обещал вернуться вновь. Миссия – организовать серию боев в нашем крае. Первый из них запланирован на 11 августа. Международный турнир назначен под открытым небом на территории Алтай-Пелес. В будущем же Монсон планирует построить политическую карьеру. Снеговик намерен стать депутатом и сесть в кресло Государственной Думы. Вот такой он, русский парень, Джефф. Кирилл Политов, Павел Лауронин. Наши новости.